Когда мы заходим в программу, мы закладываем привычки, которые эти привычки должны потом пронести, может быть, на всю жизнь. Какие-то формируются достаточно быстро, какие-то дольше. Ну, я скажу, наверное, такие основные моменты, что всё-таки входит в детокс от Nutrilite. Это базовые вещи. Ну, конечно же, первое, что хотелось обратить внимание, это питание. Здесь мы обращаем внимание на, ну, во-первых, поддержание метаболизма. И, кстати говоря, когда мы говорим про то, что уходит лишнее, да, то, ну, я не имею в первую очередь именно вес, потому что это как приятный бонус. Почему детокс именно весной, он самый такой актуальный? Потому что на самом деле весна для нашего организма – это, по сути, Новый год. То есть мы привыкли, что Новый год в январе, 1 января начинается, но для нашей земли, для нашего организма весна – это Новый год. И мы действительно готовимся к Новому году, у нас меняется питание. То есть наш организм, как и листики на деревьях, как и деревья, как и цветочки весной обновляется, получается? Обновляется, распускается, да. Причём меняется питание резко. Мы уходим от такой тяжёлой жирной пищи. Чувствую, мой организм распустился этой весной. Так зацвёл. И добавляем активно, в общем-то, весенние продукты. И главное здесь, я считаю, что мы добавляем горечь. И у нас сегодня будет салат, где мы добавляем как раз много зелени, здесь будет горечь. А горечь – это необходимая вещь, чтобы паразиты не заводились в нашем организме. Это я знаю. В том числе. Но горечь у нас стимулирует пищеварение. И, собственно, когда у нас активное хорошее пищеварение, это тоже способствует детоксикации организма. И у нас есть какие-то специальные рецепты. Насколько я знаю, на сайте Дутри Лайт есть рецепты, при помощи которых можно просто составить своё меню. Не на день даже, на неделю, на месяц. Да, есть такой сайт Дутри Лайт Боди Детокс. Заходите туда. Там действительно огромное количество рецептов. По-моему, более 300. И вы некоторые из них придумали? Совершенно верно. Да, и они, причём сезонные, то есть я всегда за сезонность продуктов. Там есть для осени, для зимы, для весны. Очень удобно, там калорийность. В общем, можно выбрать себе меню, составить и, в общем-то, двигаться. И сэкономить на диетологах, между прочим. Потому что на сайте уже, в принципе, диетологами всё разработано. Удобненько, я скажу. Удобно, да. Ну, еда – это одна лишь часть, потому что мы, конечно же, за комплексный подход. И детокс ещё и складывается из физической нагрузки. Да. Самое неприятное для многих. Особенно учесть, что закрыты многие фитнес-клубы. Вот. Ну, должна быть хотя бы минимальная физическая активность, потому что у нас должна двигаться лимфа, должна двигаться кровь, должны сокращаться мышцы. Поэтому детоксикация, она тоже невозможна без физической нагрузки. Я, например, на собственном опыте даже какую-то программу свою домашнюю разработала для домашних занятий. Во-первых, в планочке постоять очень удобно. С утра прям с кровати упал и в планочку встал. Вот. Потому что планка – это вообще мощнейшая совершенно история, которая и пресс подкачивает, и руки, и грудные мышцы, и попу. Потому что в это время напряжено всё. Вот сколько возможно. С каждым разом будете стоять всё дольше и дольше, но планка – это прям вот особенно для девочек самое приятное и необременительное упражнение. С утреца постоял в планке, в принципе, уже какая-то физическая активность есть. Ну, или вот когда лежишь на спине, ножки и вот так вот попу поднимаешь, опускаешь. Это несложно, но хорошо работает. Упражнение от Анфисы. На самом деле, если вам нужна тренировка, вы можете зайти ещё на сайт Nutrilite Russia. Там проходят ежедневные тренировки. Можете заходить, подключаться. Серьёзно? Либо конфессия, либо туда, в общем, варианты есть. Нет, ко мне не надо подключаться, потому что ко мне приходят мои тренера на дом. Это я так уже фантазирую. Потому что меня нужно постоянно кому-то, ну, как это, пихать, чтобы я занималась спортом. Стимулировать. Да, и вот для этого, конечно, если на сайте есть тренировки, для таких же, вот, как я, которые сами с собой ничего не делают, вот, это очень удобно. Да, там есть рецепты, там есть тренировки. Ну, и третий момент, который важен для интоксикации, это, конечно, эмоциональное настроение. Зря у нас такая замечательно весёлая гостья, которая... То есть хихики стало больше. Ну, скажем так, не относиться к этому, может быть, слишком такой доли перфекционизма, то есть не стараться делать на все 100%. Ну, получилось привить одну привычку, замечательно, да? Что-то, может быть, вы не успели, значит, получится в следующий раз, в следующем году. А сон важен? Обязательно. Сон важен, сон задаёт всю нашу гормональную систему ночью, да, которая переходит на утро. Поэтому сон важен. Нужно ложиться спать, максимально поздний срок. Оптимально, конечно, может быть, многих расстроен до 23 часов. До 11? До 11 часов. До многих расстроен. Я сейчас расплачусь. У меня ребёнок-то ложится только в 11. Потому что в это время, где-то до 12 часов, у нас зарабатывается гормон мелатонина, гормон темноты. И вот он дальше потом начинает выстраивать нашу всю гормональную систему. И если мы легли позже, он не выработался, дальше у нас входит щитовидная железа, инсулин. И, в общем-то, нам хочется, если мы не досыпаем, есть жирное, сладкое, и мы себя сложно контролируем. Поэтому высыпаться, конечно, желательно. Девочки, а вы грешите на свою, как это называется, невоздержанность в еде. Просто ложимся поздно, поэтому хочется есть жирное и сладкое. Да. Принцип тарелки. Когда мы берём тарелку примерно 20 см в диаметре, делим её пополам. Да, покажите, вот 20 см в диаметре. Ну вот, да, примерно 15 см, может, чуть-чуть побольше. Вот сразу её мы с ними делим пополам. И вот эту половину у нас должны занимать... Кто? Овощи? Овощи. Да, только овощи у нас зимой в основном мы корнеплоды, да? Картоши? Картофель? То есть может там занимать картошка фри половиночку? Нет. Вот, а весной, конечно, мы отдаём предпочтение и вот таким зелёным верхушкам, да, салатикам. А вторую половинку кто у нас должен занимать? Вторая половинка делится ещё раз пополам. Здесь у нас должен быть белок, потому что белок это, конечно, основа. Ну, именно когда мы ходим в теток, здесь мы всё-таки больше переходим в растительный белок. Ну, скажем, акцент ставим на растительный белок. Поповые, да, это могут быть, может быть и орешки, например, и орешки, может быть и рыба, как в нашем случае. Но это не тяжёлый, всё-таки не свинина, не какая-то жирная баранина, вот, и тем более весна, вот такое обновление более лёгкое. Ну, либо мы, значит, добавляем протеин, там у нас будет ещё сегодня коктейль с протеином, очень вкусный. Так, авто, вот эта часть. В большей части у нас здесь углеводы, но углеводы непростые, естественно, сложные, те, которые перевариваются долго, это может быть, да, цельнозерновые крупы, это могут быть и, кстати, овощи, но такие более крахмалистые. Ну, например, та же свекла, там может быть картошечка немножко. Итак, с чего мы начинаем наше сегодняшнее блюдо? Итак, сегодня у нас будет салат с зеленью, с рыбой, свекла будет маринованная, песта, и потом мы всё это соберём, и будет очень вкусно. Приступаем? Приступаем. Так, для начала нам нужно включить сплиту. Давайте, это вы тут профессионал. А я, например, как вы относитесь к сахару? Я, например, 5 лет, не ем сахар. Вот это очень здорово. И вот так хочется, смотрите. И иммунитет очень хороший, когда не ешь сахар. Кожа, сон, энергии много. Да, у нас тут заблокировалось, сейчас мы подержим немножко. Да, сахар на самом деле это, конечно, бич современности, и сахарная зависимость одна из сложнейших зависимостей. Практически как наркотическая она. Абсолютно. И многие страны приравнивают её к наркотической зависимости. Вот. Ну, будем считать, что у нас включилась плита. Включилась, думаете? Давайте проверю. Нет, это вы выключили. Вот она включилась. Нет, надо подушку держать. Так мы уже давно тут держим. Сейчас у нас тут разблокируется. Вот, поэтому сахар это, наверное, то, что нужно первое убирать на детоксе. И сахарная зависимость у нас сформируется достаточно быстро, а избавляться мы от неё можем только через 250 дней. Всё у нас нагрелось. Мы можем уже поджаривать рыбку. Вот у нас уже нарезанная рыба. Ага. Мы в чём её поджариваем? Мы её поджарим на сковороде. У нас сковорода с покрытием, которое не требуется. Греется. Ну, она не греется у нас, как мы поджарим. Подождите. Нет, она у нас... Вот так вот разблокировать надо вот здесь, смотрите. Вот же блок. Вот так вот надо, нет? Так, а может нам кто-нибудь помочь по плите главненький? Новые плиты, это всегда так волнительно. Включите нам, пожалуйста. Говорю же, замочек надо нажимать. Ура! Наконец-то. Вот эту нам включите. Вот эту или... А включите? Нам одна нужна конфорка? Нам нужна сейчас одна, а потом я уже включу. Вот. Вот это, да, у нас? Да, всё. Всё, ну, наконец-то, мы разобрались. Так, что... Чем она может помочь? Можно нарезать свеклу. Угу. Ну, сочками, такими робиками. Вот, и мы её замаринуем. Пока у нас сковородка греется, я буду готовить песто. Для песты нам понадобится базилик. Такой прекрасно пахнущий. Ага. А какие продукты лучше всего на инстоксе употреблять? Какие самые полезные? Самые полезные органические продукты. Те, которые, конечно, невысокопереработанные. Я правильно нарежу свеклу? Можно так. Или вам кубиками надо было? Ну, если уже так выслайсим, значит, выслайсим. Вот. Желательно, конечно, чтобы продукты были органические, но, по крайней мере, чтобы... То есть без ГМО, без всей вот этой вот стороны. Да, это, конечно, в идеальной... В идеальной варианте. Но если есть собственный огород, тогда можно выращивать без ГМО-шные продукты. Ну, по крайней мере, чтобы они не были, то, что мы называем, высокопереработанные, да, когда там много различных добавок, ешек и так далее. То есть максимально, на самом деле, простые продукты, вот как у нас, просто рыба, да, зелень, то есть ничего такого прям сложного комбинированного. А продукты нужно подвергать тепловой обработке или лучше вот как сыроеды с сырами и кушать? Ну, нет, я бы все-таки чередовала, скажем, и не у всех кишечник готов именно к сырым продуктам. Да, я знала, например, девушку, которая так себе заработала язву желудка на сыроедении. Так, я пока рассказываю, да, вот у меня базилик, я туда кладу дольку чеснока, и мне нужна немножечко лимона. Так, на новой кухне, конечно, немножко непривычно. А что вы? А, ложечку? Да. Если что, спрашивайте, я интуитивно тут все нахожу. Так, куда нам это все положить теперь? В тарелочку? Тоже можно какую-то, да, мисочку. Тарелочка, мисочка. Сейчас, я думаю, что вот эту можно взять. Так, что у нас тут все? Так, сюда же мы все греется, отлично. Если нагрелась, можно уже рыбку. Прям без масла? Я думаю, что можно без масла. Я потом увидим, что не очень люблю масло, конечно. Тем более рыбка у нас хорошая, у нас такая жирненькая рыбка. Так, я добавляю сюда миндаль или миндальные лепестки. Как пахнет этот базилик божественно. Только мне нужно, знаете что? И немножечко соли. Вот так, понимаете? Вот она, смотрите. Вот все нашла. Так, чуть-чуть соли. Так, рыбка запущена в ход. Рыбку надо свеколку я сюда... Прожарить минут 15, может быть. Вот она, на принципе, кусочками, конечно. А мы сейчас посмотрим по готовности, чтобы она была аль денте, да? Так, сейчас я буду... Ну, у нас на границ. Сейчас я немножко масла сюда добавлю, чтобы... Так, что мы делаем со свеклой? А, ждем этого песта, да? Свеклу мы будем мариновать, да, как раз вот в этом соусе. А свекла, не слишком много в ней сахара, она никак не влияет там на население? Свеклу боятся, потому что считается, что в отварной свекле высокий гликемический индекс. Но свекла богата бетаином. Бетаин – это вообще уникальное вещество, которое, сейчас такое умное слово скажу, дает метильные группы. Ну, по сути, способствует детоксикации. Метильные группы? Это что такое? Метильные группы, которые нужны для второй фазы детоксикации. Поэтому свекла, конечно, продукт номер один, когда мы хотим почистить организм. Так, шумлю. Шумит. Так, нам нужно посолить или соль вообще в детокс не включена? Я думаю, что, может быть, водички добавить сюда, потому что немножко посолить? Да. Мне кажется, можно не солить. Мы потом сверху чуть-чуть посолим. Мне кажется, немножко густолад. Соль – это вредный продукт. Соль – это хороший продукт, о нем, конечно, много мифов про соль. Но, скажем так, есть люди чувствительность соли, конечно, надо ограничивать. Но если человек занимается активно спортом и теряет спотом соль, то она нужна. Соль тоже соль. Я спрашивала, что соль – это электролит. Она как бы… Они как помогают, что это там до клеток делается. Так, ну, будем считать, что у нас теста готов. Сейчас мы замаринуем. Вот так возьми сюда. Уху. Вот, она у нас будет марином. Можно понюхать? О, божественный аромат. Чесночок. Значит, здесь чеснок. Чеснок – это горечь. Да. Чеснок, горечь. Свекла у нас бетаин. Так что у нас самый настоящий детокс-салат. Итак, перемешиваем всю эту смесь со свеклой и оставляем, пока у нас отжаривается ручка. Вот эта вот ручка, она у нас лишняя. Эть. Но я так понимаю, что вот эти три принципа и вообще правильное питание, спорт – это еще не вся система боди-детокса от Nutrilite. Есть же еще что-то? Есть. Ну, во-первых, я бы хотела немножко рассказать о воде. Кстати, мы можем выпить здоровье. Вода, конечно, неотъемлемая часть. Мы недооцениваем, я бы сказала, воду. Я считаю, что вода – это самое настоящее лекарство. Сколько нужно пить на килограмм веса? Прошу вопрос. На самом деле есть так называемая формула Дивайна, когда, ну, мы считаем, да, это 20-30 мл на килограмм массы тела. Но мне больше нравится другой метод, когда мы держим водичку в поле зрения, то есть она у нас везде, да, на столе, машине, на рабочем столе, и мы каждые 30-40 минут делаем пробный глоток. Сделаем глоток и прислушиваемся к всем ощущениям. Вот если нам пить, ну, совсем не хочется, что называется, не идет, да, мы оставляем в сторону. А если мы чувствуем, что, кстати, еще чуть-чуть все, а если чувствуем, что жажда усиливается цепьем, вот этот простой метод называется метод пробного глотка. Серьезно? Да, просто не забывать 30-40 минут. Жажду, в принципе, всегда, если я только соленого много не съем, соленых огурчиков, то я жажду не испытываю. Поэтому приходится себя иногда, ну, принуждать пить. Да, и не заменять, просто некоторые спрашивают, а могут заменить кофе, чаем, супом. А на самом деле нужна чистая вода, потому что вода это гланды растворитель. А горячая вода, например, если вода с мятой, вот я пью целыми днями мяту с водой. В принципе, мята не является, у них нету вот этих чайных компонентов, да, кофеина и так далее. И по большому счету получается как будто вода. Так, вы хотите поменьше сделать, да? Мне кажется, уже готово. А как это сделать поменьше? Сейчас ее сюда даем. Вот вопрос. Это мудреная техника, конечно. Так, мне кажется, мы уже выключили все. Выключили? Так, все, пусть у нас стоит. Примерно литр, два, три. Ну, если человек... Около двух, двух с половиной литров. Двум, двух с половиной. То есть я бы вообще советовала вот так прямо, если вы дома, например, да, отлить сразу себе, чтобы вы видели, да, либо бутылочки подготовить и в течение дня пить. Анфиса, я попрошу хлебушек сейчас. Мы можем сначала порезать и поджарить, и подсушить, да. И такой у нас цельнозерновой хлебушек полезный. С дрожжами? Без. Класс. Я просто не ем ничего с дрожжами. Так, мы можем сюда же поставить. Раз мы уже как-то ее включаем. Вот, получилось. Нет, это вы не ту включили. Это вон ту. Это вон та. А вот эта, которая нам нужна, это вот эта. Тогда давайте туда, раз мы что-то включили. Вот. Класс. Отлично. И мы поджариваем бездрожжевой, цельнозерновой хлебушек. Ну, то, что поджариваем, мы его так немножко присушиваем. А это полезно присушивать хлеб? Или лучше мякиш свеженький есть? Здесь, наверное, вопрос больше к качеству. Подсушенный хлеб просто немножко так хрустит, и у нас такая текстура. Потому что я всегда считаю, что правильное питание, или нет, здоровое питание всегда вкусно должно быть. Потому что если это невкусно, то это уже неправильно. Питание должно всегда приносить удовольствие. И это, кстати, еще один пункт важный. То есть когда человек садится на диету, мучает себя, заставляет есть, я не знаю, эти салаты, которые ему не нравятся, морковку грызть, рис отварной, какой-то цельнозерновой, коричневый, который застревает в зубах и давится, это только во вред ему, так? Вот поэтому мы разработали много-много рецептов, чтобы каждый нашел по своему вкусу и выбрал что-то для себя. Отлично. Вот. Так, помимо вот еды, воды, я уже собрала целую категорию, вода, еда, спорт, хорошее настроение. Физические нагрузки и эмоциональный настрой. Что-то же еще есть в этой системе? Полезное. Есть, конечно же. У нас есть помощники, у нас есть добавки, которые мы можем поддержать наше тело, у нас есть витамины, у нас есть протеин. Ну, пару слов буквально скажу. Очень интересно, да. Потому что это самое всем, знаете, это как анекдот, когда, ой, ты так похудела, расскажи, что ты делаешь? Ой, я много занимаюсь спортом, я села на диету, я бегаю 2 километра в день, мажусь специальным кремом. Так-так-так, а что за крем, расскажи. Людям всегда, конечно же, хочется дополнительной помощи из вне, со стороны, чтобы что-то вот такое принять, чтобы вот что-то выпить, что-то, чтобы поддержало, чтобы что-то вот помогло похудеть. Да, конечно, мы должны поддержать свой метаболизм. Метаболизм, главную скрипку играет у нас щитовидная железа. Щитовидная железа любит что? Щитовидная железа любит у нас белок, потому что все гормоны щитовидной железы это протеиногенные гормоны, вот, поэтому обязательно должен быть белок. Греет, да? Ничего у нас не греет. Должен быть. Сейчас, подождите. Эй, лета! Все же было хорошо. Так, вот, включите, да. Теперь вот эту вот, которая к нам крайняя, вот. Нет. Это вот эта, пусть будет она, окей? Не вот эта, это вот эта нижняя, видите, она, вот, показана плита в уголочке. Это не та. А, подождите. Да ни одна у нас не греет. Так, сейчас к нам идут на помощь. Итак, что? Белок. Нам еще раз, да. Я поняла, значит, нам обязательно нужны углеводы простые. Нет, нет, нет. Это сложный углевод. Это сложный углевод, который будет медленно отщепляться и поступать, не повышая уровень сахара в крови. Это простой углевод? Это простой углевод. Белки. Это, я бы сказала, даже клетчатка. Очень важно, чтобы у нас было достаточное количество клетчатки. Клетчатку можем принять с овощами. Клетчатку можем добавить отдельно. Вот у нас. Очень важно, они еще здесь яблочко, пшеничка, да? На самом деле видов клетчатки у нас очень-очень много. Она бывает коротко-цепочная, бывает среднецепочная, бывает длинно-цепочная. Все у нас. Какая-то заработала? Вот это. И важно, чтобы любая клетчатка присутствовала. У нас есть инулин. Это такая коротко-цепочная клетчатка. Она обладает высокой пребиотической способностью. То есть на ней хорошо. Пребиотики есть. Вся клетчатка, по сути, пребиотик. Есть среднецепочная. Это как раз вот эти вот жевательные таблетки. Вот они, да? Да. Среднецепочная. Длинно-цепочная клетчатка. Вот это, например, контроль аппетита. Он так вот называется, да? Ну, потому что они разбухают, создают сытость. Но на самом деле это тоже прекрасный пребиотик. То есть это корм для бактерий. Поэтому у нас есть много помощников. То есть я это съедаю, у меня что-то там разбухает. Я не хочу есть? Да. Мне может ваши рецепты не пользоваться? Нет. Можно просто кушать? Одно другому не мешает. Так, а что еще интересного у нас есть? Омега-3 комплекс. Это вот то, что как раз у нас содержится и в рыбе. Да, у нас есть в рыбке. И плюс дополнительный помощник. Почему мы добавляем еще омега-3? Ну, во-первых, мало кто съедает действительно количество, там, 2-3 раза в неделю рыбу. Во-вторых, ну, скажем так, у кого есть лишний вес и какие-то хронические заболевания, аутоиммунные, да, всегда есть такое хроническое воспаление. Вот омега-3 обладает такой уникальной способностью, вырабатывает определенные противовоспалительные цитокины, которые эту реакцию снижают. А блокады углеводов что делают? Блокируют углеводы. Ну, это такой помощник, да, тоже, бланкетные таблетки, если вдруг не удержали, съели тортик, например, да, то можно... Выпила, и все, и он не пошел в жирок, да, и он блокирует у нас хлебушинок послушивается тем временем. В-комплекс, ну, это витамин В, я так понимаю. Вот В-комплекс очень важный, я на самом деле хотела бы обратить на него внимание, потому что все фазы детоксикации, первая, вторая, они идут с помощью так называемых коферментов, и для них обязательно нужны вот эти кофакторы, витамины группы В. То есть детоксикация в организме происходит в некоторых фазах, да, первая, вторая, третья. Вот, основные две фазы в печени, вот они все требуют витамины группы В, поэтому как поддержка, я считаю, что это неизменимо. Я пока вас слышу, ищу, ищу, еще у нас... Чем бы их... Чем бы перевернуть, да. Я думаю, что это можно вилочкой сделать. Я нашла только ложечку. Большую. Я нашла вилочку. Так, а что у нас тут еще есть интересненького? Какие-то красивые фруктные сонны. Пиколенат Хроба Плюс. Это вот как раз для сладкоежек. Пиколенат Хрома, здесь комплексная добавка, здесь не только хром, здесь есть джимнема, она воздействует на рецепторы, то есть сладкое уже не кажется таким... Вкусным. Да. Ари Белку, будешь ты? У меня сыну надо. Нет, я боюсь, что нет. Так, и какие-то ежики. КЛК-500. КЛК-500, да, это особый вид жиров, который также помогает нашему метаболизму. Но самое главное, там еще есть такая большая коробочка. Какая она красивая. Она красивая, и там как раз комплексная витамина, минеральная поддержка, еще и хитонутриенты. Смотрите, какая. То есть все, что необходимо для поддержания организма. Так, ну что, я думаю, что хлебушек уже можно порезать. Давайте. Как мы его режем? И на что? На какую-то тарелочку, да, красивую? Мы режем, ну, какими-то квадратики красивые. Вот, пожалуйста. Здесь мы порежем. Вот здесь. Да. Вы мне доверяете, да, это дело? Вы же видели, что я за свеклой сделала. На какие квадратики? Уровень доверия не сейчас. На какие квадратики мы режем? Вот так? Ну, скажем, на 1 кантиметр. Нет, маленькие такие, чтобы мы их покрошили. А, мы их покрошили тоже? У нас должны быть сложные углеводы, да. Вот так вот, да? Вот здесь цельнозерновой клет поступает. Вот такое я еще не видела, чтобы так с хлебом поступать. Мы можем на самом деле не резать, мы можем положить как-то сбоку. Нет, нет, давайте мы красиво порежем. Вот так правильно я делаю? Как сухарики такие, да? Как сухарики в салацезер. Да. Ага. Это очень похоже. Так, а я уже начинаю потихоньку собирать салат, потому что у нас время идет, а нам нужно еще сделать очень вкусный коктейль, смузи. Да, потому что вот этот салат, конечно, он прекрасен, но не всегда есть время. У меня лично, вот, постоять на кухне, все это поджарить, прощать. Спасибо. 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 что они любят паразиты это часть скажем так наши микробиома другое дело что когда они выходят из-под контроля вы начинает там как-то активничать тогда у нас возникает проблема поэтому действительно если мы добавляем горечь если мы следим за желчооттоком есть у нас хорошая кислотность желудка то паразиты не должна быть должна быть щелочная среда больше лики в каждом отделе кишечника своя паш кислотность и важно очень поддерживать то есть желудки у нас кислая среда потом у нас идет щелочная среда и очень важно чтобы вот эта градация была ощелачивание не всегда полезны ощелачивание и вопросы не сдает ну извините ощелачивание вообще полезно просто другое дело чем ощелачивать да просто некоторые берут соду и на садовый капель это не совсем верно ищелачивать нужно зеленью то есть зелень она сыграет в организме так что правильное все это сюда кидаю потому что вот так оказывается оказывается можно добавлять а я не знала хлебушку такие кусочки хлебушка да так не нормально немного я его побросала я думаю что достаточно теперь я сюда теперь теперь мы рыб кладем сюда вкусненькую так ну ладно мы так с горкой прям рыбка растопилась и никакого масла в общем-то и не понадобилось здесь нету никакого прожаренного масла что очень не полезное насколько я знаю жареное на сковороде масло жареное да потому что образуются продукты гликации это все будет нашу кожу все на рыбьем жире будет прожарено и сейчас на это чем-то украшаем правильно у нас осталось рикотта вот я видела как делать шеф-повара очень так красиво как то так вот с ложечки на ложечку с ложечки на ложечку что поле учились и такие вот красивые прикольные велики клетки да так ну конечно могли проще сделать но нет зачем нам почему не ищем мы с ложечки на ложечку так и амфиса рикотта не слишком жирная она это нормальный продукт жиры нам нужны и насыщенные насыщенные когда люди пугаются жиров покупают обезжиренный творог розыли продукты это неправильно против да очень обезжиренных продуктов жиры нам нужны а вот проблема в основном с сахарами когда мы убираем жиры мы начинаем есть больше сладкого организм не обманешь и вот в этом как раз кроется такая главная проблема немножко сыра можно осталось анфиса осталась диетолог все дома все можно хлеб можно сыр можно осталось украсть дверяю маленькая и нам прилеплю крикотти полить еще полью польем чем-то польем да немножко оливковым маслом и даже будет капелька меда и капелька меда и нас наш салата по принципу тарелки как пили ваннышки интернешнл будет готов так ну что маслица масло скаминода последние штрихи таким крупными мазками посмотрите ну вот это же по тоже не и диет это назвать сложно это же вот просто праздник какой-то ну да это такое достаточно можно же есть вот такую вкуснятина каждый раз просто меня спрашивают анфиса у вас такая сила воли вы наверно ничего не идите вы так похудели я каждый раз отвечаю да здрасте свою силу воли изнасиловала уже очень давно еще в 20 лет когда на воде сидела на всяких разных других экзекуциях а сейчас я люблю есть вкусно питательно смотрите сытно так ну что и анастасия мой товарищ папа вот этим вот праздником желудка так наш салат готов теперь мы переходим а теперь у нас есть чашу на сестра часа лично у нас есть старая чаша в которую мы будем делать супер вкусный смузи который как зверя анастасия полезен да мы сейчас нам для этого нужно для этого нам нужно фрукты и думаю что можем ты тоже немножко у тебя ставить сторону да я сейчас очищу очищу эту доску так вот так что у нас здесь есть у нас есть яблоко вот его кстати можно очистить от шкурки у нас есть ананас а шкурка чем нам не угодила шкурка в общем-то нам угодила просто она может быть забьет там немножко так по большому счету можно сильно и не стараться у нас пойдет туда протеин протеин и мне что особенно нравится вот у нас есть ананас в нем есть такой протеи протеолитический фермент он как раз будет с протеином хорошо зачитать да он очень хорошо считается протеином он будет его переваривать и нам вот эта легенда про бронелайн который значит съешь на нас в день и похудеешь и конечно я говорю так точно бронелайн по им у нас папа и а бронелайн у нас ананасе поэтому все правильно все таки существует и он действительно имеет похудательный эффект ну в общем то да я даже могу сказать что бывали такие случаи не рассказывали как солдат как-то разгружали попросили значит их разгружать вагон с ананасами ага и они естественно там на или сдоволи и когда их привезли от них остались кожи до кости что же так девочка она сочкой знаете после вот этого заявления боюсь что сейчас поставки ананасов в магазине будет больший перебой все побегут скупать тоннами ананасы и у нас туда пойдет вот этот самый нулин инулин да что он дает он же помогает переваривать пищу правильно это пребиотик это корм для бактерий то есть у нас не просто такой полезный быстрый ужин у нас еще и как рыбок в аквариум покормить да только с бактериями что маленьких беда у нас ужин для пробиота так ну что я начинаю тихонечку сюда все складывать вот вот подождите сейчас я вам дам вот это яблочко корм для бактерий уже там а для чего вообще нужны протеины протеин белок но это основа это кирпичики то еще устроится наш организм если мы говорим про метаболизм то конечно же я начала говорить что у основы у нас задает скажем то главную скрипку играет щитовидная железа и гормоны щитовидной железы и по сути белковые молекулы поэтому белок нам обязательно нужен а он же влияет на строение кожи вот например я не ем мясо да мне откуда-то надо брать это все дело вегетарианцы это и кожа конечно потому что это не может я положила яблочек я думаю что достаточно да у нас еще там опять или свекла свекла уже можно прям прям на кусочка три-четыре паре я любимая свекла у нас сюда у нас еще идут до черной смородина гранат можешь там на цвет и просто целая палитра разограмм витамина это витаминная вечеринка до сумма кстати я вот еще раз она не влезет у нас туда все частные частями да вот разная окраска говорит о том что здесь есть фитонутриенты различные тацианы это тоже очень полезная группа веществ кроме витаминов и минерал то есть выбирайте фрукты с разной окраской да и радуга на тарелке должна быть всегда очень полезно это говорит о том что вы едите разнообразно сразу вспомнила мерлин монро которая не умела готовить я жарила морковку и зеленый горошек потому что ей нравилось цветовое сочетание муж приходит с работы она ему пережаренную морковку с цветовым с этим зеленым горошком так мне кажется надо раздавать немножко водички чтобы у нас это лучше перемалывалось так и уже можно давать сразу думал сразу или или чуть-чуть мы все-таки вот это вот давайте я чуть-чуть вот эту вот историю перемолю потому что она конечно лучше так где-то нажимаете не катя просто так вот так раз все мне кажется потрясли еще мельче надо было самим мелко порезать отлично сейчас пойдет на просто терпение бачата так так поставьте и ждите итак теперь сюда что ягоды протеин наш любимый протеин добавим и добавим ягоды так ложечку ложечки у нас все были вот здесь там нужно протеина на вот такой вот стаканчик я думаю что грамм 10-15 достаточно то есть это где-то половина столовой ложки это как экономно как а ну суточная доза 20 добавил отлично ягодки бросаю до ягодки 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 брасой маленько бежала ягодки черную смородину боже это прям кладила ситами и прям с косточками это что-то для крови очень полезно гранат сейчас надо немножко водички вот так вот выглядит такой белый порошочек у нейтральный на вкус сану запах и на запах не добавлять сахар не добавляется отлично сахара здесь нет у нас здесь достаточно сладкие фрукты идут я просто везде интересуюсь потому что в силе 1 ребят куда-нибудь сахар добавить во всех ресторан очень много добавленного сахара к сожалению да иногда мы покупаем продукты и он оказывается совершенно неожиданных местах это может быть соус это может быть даже первых блюдо анастасия знаете где сахар надо оказывать в супах супа я говорю даже наши красивые стаканчики так сколько у нас ушло время достаточно быстро да вообще все побросали корм забросили протеин положили а ведь получается что здесь питательность то какая-то может это может заменить полноценный обед это может быть перекусом это может быть таким вариантом легкого ужина или там быстрого завтрака например да что мы как давно не пила смузи свекольный малиновый аромат ягода малина ну давайте насти за то чтобы войти в это лето детоксицированными стройными красивыми и бодрыми отлично пробуем на все кто с нами я думаю усвоили все все принципы и к нам присоединяться единственно я бы добавил что немножко лимона и мы забыли вот тут шпинат но я думаю что шпинат забыли что до наши зрители будут а наши зрители то вопросами нас забросали да сейчас мы ответим там пришли вопросы но шпинат мы забыли обязательно положите шпинат это конечно источник витамина b9 полевой кислоты которая очень важна особенно те кто планирует беременность но и для детоксикации конечно тоже очень важно для шпинат обожаю этот baby шпина который тогда так давайте посмотрим на вопросы до нас достаточно много вопросов пришло и сейчас мы прочитаем подходит ли продукты вегетарианцам вот это я вопрос уже даже задавала вот в протеине есть кости животных нет это полностью растительный белок здесь точно это точно подходит вегетарианцы в общем-то все продукты кроме наверное пожалуй рыбьего жира а где у нас нас есть ребятам что у нас да вот омега 3 а все остальное у нас да здесь белок гороха который заменяет собственно говоря это гороховый протеин в основном да белок горох это немножко пшеницы не представляете анастасия как долго я такую вещь искала будучи но я не вегетарианка я пескурианка я ем рыбу но почти весь протеин мне мой эндокринолог посоветовала пить протеин я обыскалась в россии найти протеин без костей животных практически невозможно и вот теперь я его нашли энда это на самом деле палочка-выручалочка и как узнать например да мне еще спрашивают хватает ли белка но косвенно мы можем судить по коже по качеству волос например да но если хотим более точно то нужно сдать анализ посмотреть общий белок альбумин тогда я уже давала мне не хватало когда мне советовали вот теперь есть белок белочек у меня есть второй вопрос если противопоказанию у программы ну на самом деле у нас настолько здоровое питание что противопоказания очень мало поэтому основным противопоказанием является только лишь какие-то хронические заболевания стадии обострения то сидит когда какой-то острый процесс и требует непосредственно участие специалиста и наверное беременной кормящей мамы им тоже токс не очень подходит потому что им нужно особенное питание а так по большому счету противопоказания нет еще один вопрос у нас остался где можно приобрести продукты да у меня тоже этот вопрос назрел я думаю что нужно просто зайти на сайт матри лайт раша и там проходит как раз и detox и там вся информация по продуктам и там же можно все заказать а сейлы бывают черные пятницы то я думаю что точно бывает и на какие-то программы условия тоже все это присутствует ну что ж дорогие друзья я дали может может еще какие то вопросы есть нет у нас у нас еще осталось 10 минуточек мы можем рассказать еще что-то очень полезное для наших зрительниц или зрителей например вот мы узнали сегодня что очень-очень важен шпинат если еще такие продукты прям вот вот не знаю как это сказать спасатель суперфуды да и вот которые просто необходимо человеку есть на самом деле каждый продукт уникален и по большому счету все что у нас на столе это все может называть суперходом потому что каждый из них содержит рыба содержит более насыщенные жирные кислоты содержит белок до ягоды содержит витамины и фитонутриенты минералы зелень содержит клетчатку важно чтобы у нас питание было разнообразным основа здорового питания это первую очередь разнообразное питание ну а что касается детокса мы его делаем облегченным немножко да то есть мы убираем избыток животных тяжелых таких жиров мы убираем вот эту высокопереработанную еду мы уменьшаем количество до минимума алкоголя который тоже по сути является сахаром и конечно сахар сахара еще раз сахар мы его должны убрать полностью я считаю что убрав сахар мы решаем вообще половину вопрос ну вот как практикующий доктор я на своих пациентах вижу там убрали сахар она сразу улучшилась кожа у нас улучшилось пищеварение поэтому я бы так что могла заменить ведь все когда я говорю что там надо есть сахар все говорят ну как же глюкоза для мозга сахар полезен у всех в головах сидит убеждение что сахар как-то каким-то образом полезен главное заблуждение что сахар нужен для мозга особенно детям да что дети должны развиваться сахар нужен для мозга это на самом деле действительно большое заблуждение и но глюкоза нужна мозгу но только мозг ее сделает из яблок он сделает ее из даже шпината он сделает из чего угодно то есть у него есть такие функции поэтому мозгу нужна хорошая здоровая еда мозгу нужны сложные углеводы на никак не сахар а сладенького хочется иногда ну эндорфинчики чем его лучше всего заменять вот в этом как раз и стоит задача чтобы уйти от сладкого вкуса ну не совсем то есть например мы сделали этот салат да он у нас можно сказать по принципу даже юрведа то есть у нас самые разные вкусы тогда у нас есть горечь у нас есть сладкая у нас есть вкус умами даже белковый вкус да вот это вот когда блюдо воздействует на разные разные рецепты языка нам вкусно нас такое блюдо насыщает и тогда нам не хочется там за есть потом шоколадкой или еще чем многим хочется в этом случае поможет или над хром тогда не совсем очень сильная тяга к сладкому на самом деле стоит так жестко можно сказать до опереждая три дня и тяга уже сильно уходит то есть значительно уходит самое сложное это первые ли не выйдет три дня то попробуйте три недели потом три месяца три года и однажды тяга уйдет ну и опять же таки есть вспомогательный вот я кстати тоже этот эпиклинат эпиклинат рома я бы хотела знать еще сделать акцент вот здесь у нас еще такой важный до печень актив конечно это поддержка для нашей печени это и гипотопротектор это вещества которые укрепляют стенку гипотоцитов да и и такой корень дуванчик который помогает как раз желчоотоку почему я говорю что нужны горечи нужна зелень чтобы помочь нашему желчному пузырю чтобы жизнь сладкой не убираю все сладкое добавляю все горькое должен быть баланс как примеры в нашем салате ну что ж дорогие друзья сегодня у нас был просто мега познавательный кулинарный вечер вместе с анастасией бодровой экспертом программы body detox отнутри light я вместе с вами многое для себя узнала рецепт этого вкусного салата который буду теперь делать у себя дома угощать гостей все эти прекрасные добавки без которых мне кажется я не понимаю даже как я жила вот и я очень надеюсь что мы с анастасией вас увидим этим летом стройными подтянутыми сияющей кожей с плоскими животиками так что супругими попками приходите на программу body detox спасибо анфисы за такое классное живую часть ну что мы прощаемся с вами желаем здоровья и до скорых встреч пока пока